Тысячи километров пути, федеральные трассы, пропускной пункт и блокпосты. Гуманитарный груз адресован военнослужащим, где несут службы наши земляки. От своевременных поставок помощи зачастую зависят их здоровье и жизни. Первое впечатление – это то, что ощущаешь разницу в стране, где нет мира, или в местах, где его нет, и там, где оно есть. Мы живем среди этого, и понятно, это не ценишь. Когда видишь новые территории, где наводится или восстанавливается порядок, мир, где справедливость встает на свое место, то, конечно, ощущение совсем увиденного у него меняется. Поездка была не из легких. Были в городах и поселках, находящихся в непосредственной близости к линии соприкосновения. В виде стойкости наших воинов в этот сложный момент понимаешь, что наш народ не сломить. Больше всего меня поразило настроение наших ребят, их подход, их жизненный оптимизм. И самое главное, что огромное-огромное желание нас увидеть. Мне в какой-то момент казалось, что им не столько важно, что им привезли, а им настолько важно, что вот к ним приехали. Какие-то родные люди, которые о них беспокоятся, которые могут передать весточку. Передаем привет огромным посадцам, всем электрогорскам, всем нашим братьям, родным, близким, всем неравнодушным людям за помощь. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Семенову Денису Олеговичу, Тикунову Роману Игоревичу. Просили у них облегченные бронежилеты. Бронежилеты очень крутые. Вот такого вот образца мы очень не ожидали. Это прям вот действительно то, что нам сейчас надо. С ними будет намного проще выполнять боевые задачи. И она как бы будет приближать победу нашему дому, и мы скоро вернемся. Спасибо огромное ребятам, которые приехали и это все доставили. Благодаря тесному контакту командиров, волонтеров и администрации на передовую доставляется только самый востребованный груз. В финансировании, сборе вещей первой необходимости принимали участие жители городских округов, предприниматели, общественники, городские предприятия. Первое, что считаю, на достаточно серьезном уровне ведется подготовка. Собираются посылки при помощи наших жителей, работников администрации, просто неравнодушных людей. Покупается все необходимое, везется, но в зоне СО, наверное, не наступит такого момента, когда чего-то будет в избытке. Всему есть свое применение. На мой взгляд, важно оказывать применение именно в то место, именно в ту точку, к бойцу, которому это действительно необходимо. Есть службы тыла, есть службы обеспечения, есть разведка, где понятно, что какие-то более дорогие вещи или более легкие бронежилеты, наверное, имеет смысл везти туда, где это объективно сегодня, прямо сейчас. Запчасти для автомобилей, аккумуляторы, средства связи, маскировочные сети, медикаменты и многое другое. Каждая коробка подписана и строго дошла до своего получателя. Логистику у ребят отточена, ведь за спиной уже 14 поездок. Уважаемый Сергей Петрович, отчитываюсь о выполненном, поставленной вашей задаче, передать ребятам на передовую бандероль, которую вы собрали со своей семьей. Рассказал ребятам о вас, рассказал о вашем статусе, похвалился, что лично знаком с вами и много знаю различных ваших историй и напутствий, которые вы как история несете и учите молодежь и передаете нам свой жизненный опыт. Вдвойне приятно исполнить вашу задачу, вашу просьбу. Сергей Петрович, спасибо большое. Вдвойне приятно получить бандероль напрямую от ветерана. Вы защищали нас там, а мы, следуя вашему примеру, защищаем Родину здесь. Помощь участникам спецоперации вышла на новый уровень. Сегодня можно с уверенностью сказать, что равнодушных и безучастных КСВО в нашей стране уже нет. Каждый день в пункты сбора продолжают приносить вещи. Перечислить все и всех невозможно, но поверьте, каждая пара носков, упаковка чая, генератор или тепловизор там ценятся наравне. Хочу сказать вам всем большое спасибо за вашу миссию, за ту помощь, которую вы для себя выбрали. И считайте, что она имеет место быть в вашей жизни, вашими силами, вашими затратами, вашим личным риском. Огромное вам спасибо. В этот раз мы возили особенных нескольких посылок. Это посылки от ветерана нашего, Лобикова Сергея Петровича. Он передавал, он, его семья собрали в несколько коробок. И когда мы передавали нашим бойцам, говорили, сопровождали информационно, что это вот от кого эта посылка, ну это вдвойне вызывало восторг. Огромное вам спасибо за вот такое внимание. Ребята были более чем тронуты. Спасибо. Сегодня у нас крайняя точка. Мы находимся в районе Запорожья. Это самая дальняя точка, где также несут службу наши ребята, защищают рубежи нашей Родины, обороняются и ведут наступательные действия. Очень приятно передать посылку от Лобикова Сергея Петровича. Это нашего ветерана Великой Отечественной войны, который проживает в городе Электрогорске со своей семьей, с дочерью, с внуками. Они собрали посылки нашим ребятам, которые мы с удовольствием передаем, чтобы ребята попробовали какую-то домашнюю пищу, какие-то традиционные военные сувениры. С удовольствием передаем и исполняем вашу команду, Сергей Петрович. Довезли до места, фото и видео фиксируем, передаем. Сергей Петрович, все получил. Огромное вам спасибо и долгих лет жизни. В ходе этой поездки до бойцов доставили автомобиль, приобретенный за счет средств предпринимателей. Сегодня мы с нашим отрядом с города Электрогорска, при поддержке города молодежи, при поддержке города Павловского посада, главы Семенова, руководителя штаба Тикунова, мы, значит, добрались в район Попасный. У нас важная миссия. Нам удалось с помощью предпринимателей города Электрогорска приобрести этот замечательный автомобиль, который послужит нашей родине, с помощью наших ребят, электрогорцев и Павлово-Пасадцев. В данный момент мы передаем этот автомобиль, выражаем слова благодарности предпринимателю, который ведет деятельность в городе Электрогорске, Михаилу Бликиану. Миш, спасибо тебе огромное за эту помощь. Она очень важна нашим ребятам, важна нашей родине, важна нашей стране. Ребята рассказывают, как они здесь ведут свою работу, как оборонительные действия ведут, наступательные. Мы здесь, как никогда понимаешь, как нужна и своевременная эта помощь. Спасибо огромным предпринимателям города Электрогорска, кто пройдет участие, возможное быть этой поездки. Спасибо вам большое. Передаем ключи и надеемся, что наша сила будет еще крепче по помощи. Малая, каждая малая помощь превращается в одну огромную защиту нашей Родины. Ребята, спасибо огромное. Михаилу Бликиану, я говорить не умею, но огромный на самом деле здесь силу имеет ваша работа. Просто даже элементарный продукт какие-то, еще запчасти привозят. Здесь все это необходимо. Уже ведется работа по сбору очередной партии гуманитарной помощи. Все желающие также могут принять участие в сборе.